Ассаламу алейкум, Тумсо, брат. Вопрос, что мешает объединиться всем общественникам, которые против Кафырова и выступить одним фронтом? Ассаламу алейкум, ассалам. Тумсо, как думаешь, у многих народов на Кавказе героизм связан исключительно с 17-18 веком, потому что они не перешли период, как мы, 90-е? Как ты относишься к Невзору? Слушайте, по Невзору я оказался в такой ситуации, когда однозначно раз взятие на этот вопрос ответить не могу, потому что у меня было вообще изначально к нему очень негативное отношение, так как я Невзору знал по фильму «Чистилище» абсолютно лживому, мерзкому, пропагандистскому материалу, созданному для опорочивания чеченцев, чеченской армии, чеченского сопротивления. Там в роли Нагии, точнее Нагии в роли одного из чеченских лидеров, полевых командиров, вел себя максимально не по-чеченски. То есть, это была такая картина, именно в тот момент снятая, направленная на российскую аудиторию, чтобы вот показать россиянам, какие чеченцы просто изверги и надо всех там уничтожить. Плюс там еще какие-то прибалтийские наемницы, значит, снайперки, их тоже нужно всех. Вот примерно вот так это выглядело. Соответственно, раз Невзоров для меня был однозначной личностью, и если бы, например, этот вопрос прозвучал, тогда я бы сразу ответил негативно в отношении этого человека. Но, и надо сказать, что до начала украинской войны я как-то не особо вообще уделял внимания этому человеку, мало чего про него слышал. Где-то там выскакивали какие-то ролики, может быть, там где-то я надыкался, но никогда не включал и не смотрел, но вообще неинтересно было. Потом на тебе начинается война, я узнаю, что он куда-то там, значит, уехал, с ним делают интервью, все освещают ситуацию, что он уехал, он кричит, что слава Украине, на него возбуждают уголовное дело. Потом на тебе, там с Гордоном у него интервью очень комплиментарное, там Гордон прям хорошо к нему относится, называя его Глебычем. Потом я узнаю, значит, ну мы все с вами узнаем на днях, что ему дают украинское гражданство. Здесь, конечно, сейчас очень много вообще споров по поводу этого решения, насколько справедливо или нет. Не хочу даже в это вникать. И вот тут я оказался в такой ситуации, ах да, и самое интересное, его-то упрекают этими его прежними как бы косяками. Прочистилище, конечно, ему никто не говорит, это чисто наша тема, но ему там что-то другое припоминают, еще какие-то, видимо, он делал материалы. И он отвечает, типа, ну я был болен чумой, он говорит, разве есть вина на человеке, который был болен. Вот я переболел, теперь я, мол, исцелился. Ну и могу ли я теперь сказать, да нет, нет у тебя права на исцеление. Да нет, наверное, не могу. В общем, мне, с одной стороны, очень нравится, что он, в отличие от многих, он не пытается как-то оправдать все то, что он делал тогда. Да, да, говорит, нет, это было так, было другое время. Нет, он как будто бы, знаете, честно говорит, да, я был тогда пропагандистом, я был плохим. Но я все, он говорит, исправился. То есть это, с одной стороны, это как бы честно, и, ну, это подкупает, да. Насколько все это искренне, ну, я не знаю. Во всяком случае, это, я думаю, это такой, ну, интересная такая личность, как бы там ни было. Но вот конкретно сейчас ответить на твой вопрос, отношение к нему обозначить я не могу. Возможно, поговорив с ним, да, пообщавшись, может быть, я бы сформировал бы свое мнение об этом человеке. Пока я конкретно ничего сказать не могу. А мне понравилось, как Нагиев играл сопротивление, за что ты воюешь, мы воюем за эту землю, за каждый камушек, за каждый ручеек, за это солнце, это правда, чеченцы действительно воевали за это. Ну, ты извини, там, сделать его каким-то абсолютно аморальным уродом тоже было бы не совсем, ему же нужно было все эти правила киношного жанра там соблюсти. Но в целом, это был негативный персонаж, то, как он себя вел, там, как общие чеченцы себя там вели, как они на крест распяли пленного солдата, вот это, ну, это же все настолько было чушью. Ну, для чего это было сделано? Для того, чтобы российского зрителя настроить, показать ему, какие чеченцы, вот, маньяки в своей основе. Невзоров переобулся, это раз-два за преступление, которое он, это раз, он говорит, а типа, во-вторых, за преступление, которое он совершил, сперва надо сознаться и понести наказание, если он покаялся, срока давности нет. Ну, вот, видишь, здесь ты как бы закрываешь дверь к покаянию, во-первых, мы не знаем конкретно преступлений, совершенных Невзоровым, если бы было бы конкретно, вот, он кого-то убил там, да, мы бы сказали бы так, что он должен за это понести наказание. А здесь, ну, что он должен? Короче, я, я все-таки останусь на том, что я сказал, мне, наверное, чтобы по этому человеку дать четкий ответ, я должен, наверное, с ним пообщаться. Асаламу алейкум, Тумсо, брат. Вопрос, что мешает объединиться всем общественникам, которые против Кафырова и выступить одним фронтом? Алейкум асалам. Очень часто звучат вот подобные вопросы, идеи, вообще предложения, всем объединиться, но мне бы хотелось увидеть, чтобы ответить на твой вопрос, мне бы хотелось увидеть четкий план, вот, что вы представляете под этим, что это, и нам, как нам нужно объединиться, всем собраться, взяться за руки, записать общий ролик, или что, или создать один общий канал, на котором у каждого будет какое-то свое время, как вот, допустим, Навальный Лайв, да, и у них там разные ведущие, то есть такая команда, типа, как работа телевидения, да, где разные ведущие, разные программы, или это вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Мне нужно вот это понять, потому что вот это, что мешает объединиться, а кто говорит, что они объединены? Да и так, как бы, все те, кто, те, кто объединены, они и так объединены общей идеей, общим направлением, куда мы идем, каждый работает в этом направлении, но вот, что вы подразумеваете под этим вопросом, мне не совсем понятно. Если подразумевается, чтобы мы собрались, взялись за руки и записали общий ролик, то нет, в этом нет смысла, я не вижу в этом никакого смысла. Если вы имеете в виду создать какой-то общий канал и в нем, значит, ввести там каждую свою какую-то программу, передачу, иметь там свое время, то, наверное, это уже нет, потому что мы не имеем такой, по сути, возможности. Во-первых, мы разбросаны по разным странам. Ну и вообще, опять-таки, это тоже, я не вижу в этом большей выгоды, что ли, чем то, что мы делаем на разных каналах. Поэтому давайте, наверное, сформулируйте конкретно, что вы имеете в виду, и я смогу ответить на этот вопрос. В том, что, как думаешь, у многих народов на Кавказе героизм связан исключительно с 17-18 веком, потому что они не перешли период, как мы, в 90-е? Так, еще раз прочитаю этот вопрос. У многих народов на Кавказе героизм связан исключительно с 17-18 веком, потому что они не перешли период, как мы, в 90-е. Ну, наверное, потому что это был период войн для всего Кавказа. Соответственно, войны, конечно, порождают героев, если это не российские войны. У России не бывает никогда героев, кроме каких-то фейковых, типа Кадырова, Дилимханова, у них такие. А настоящие войны, они всегда порождают героев. И у нас этот период был таким общекавказским, период известен общекавказской такой войной. Соответственно, очень много примеров героизма того времени, поэтому люди, наверное, этот период больше к нему относят, какую-то героизацию. Вы видите, мы в 90-х, в начале и в конце 90-х переглили две кровопролитные войны. Соответственно, этот период у нас просто изобилует героями, геройскими какими-то историями. Поэтому, да, у нас есть к чему возвращаться. Возможно, те, кто не пережил такие события в недавнем прошлом, им приходится брать чуть дальше, как в другое время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok